Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать продолжение легендарной линейки от компании C-Fast. Это модель T8. Недавно была у нее модель T6. Ну, сегодня хотел бы вам именно о новинке. Что в ней примечательно? У первых несколько цветов. Там буквально 6-7 расцветок. Прозрачный корпус самих наушников, так и кейса. Удобное отображение уровня заряда аккумулятора. Опять же, как уровня заряда аккумулятора наушников, так и самого бокса. Четыре сменных амбушюры различных размеров. Здесь SS, ES, L и M по размерам. В комплекте сразу же идет силиконовый бокс. Есть провод заряда, причем он тоже силиконовый. И небольшой темлячок. Ну, сейчас во всем по порядку. Значит, у нас в таком вот красочном, как и сами наушники, тоже достаточно привлекательном боксе. В коробочке поставляются сами наушники. Здесь у нас есть небольшая наклейка со стандартизацией. И перечислены краткие технические характеристики. Ну, во-первых, здесь у нас есть Bluetooth 5.3, как я уже и говорил ранее. 10 метров стандартной связи. Поддерживаются аудиокодеки SBC и AAC. Также здесь есть емкий аккумулятор у бокса 480 мАч. Каждый аккумулятор наушника по 45 мАч. Ну, это в среднем хватит до 30 часов с подзарядкой от бокса. Это очень достаточно хороший результат. Ну, и влагозащита по стандарту IPX4. В комплекте производитель нам поставляет вот такую вот привлекательную брошюрку. В ней мы можем увидеть все, что у нас будет представлено. Это новая линейка полностью всех гаджетов от компании. Видите, они в таких привлекательных расцветках сделаны. В нежных тонах полупрозрачные корпуса. Как я уже говорил, модель T6, T8. Полностью вся рассветка, 6 цветов. Ну, и также наушники T6 представлены в 5 расцветках. А давайте сейчас в самих наушниках. Поставляется в дополнительной коробке. В коробке еще дополнительный уплотнитель есть. Провод заряда порядка 35 сантиметров. Это USB Type-C. Уже он силиконовый. Не как обычно жесткий бывает, твердый. А именно силикон. Есть небольшой темляк. Он тоже, опять же, тянется. Он силиконовый. Можно устанавливать на бокс, который у нас, опять же, идет в комплекте. Сейчас мы его установим. Довольно туго, но с этим можно справиться. После установки наушники прекрасно достаются. Снизу у нас есть разъем для заряда. Ну и, если честно, они не пострадают. Как бы мягкий силиконовый бокс. Полностью защищает экранчик и сами наушники. Можно темляк зацепить и уже пользоваться вместе с ним. В комплекте у нас есть 4 пары амбушюр. Три из них в полупрозрачном боксе. И еще одни уже установлены. Так что, если что, вы подберете себе те самые необходимые. С тыльной стороны у нас есть здесь маркировка по размеру. Сами наушники. Маленькая такая капсула. В кармане, я думаю, что даже если без чехла, то она почти не будет чувствоваться в кармане. Джинсов, сумочки, в рюкзаке. Ну и не потеряется, конечно же. Один-единственный разъем у нас на нижней части. С тыльной стороны тоже прозрачный такой элемент. В виде глянцевый пластик. На лицевой стороне можно увидеть плату. Там ниже есть магниты. И в верхней части тоже магниты. Двойные идут. Так что удерживаются очень хорошо. Наушники вставляются довольно просто. И они защелкиваются. Сами они не выпадут даже при падении. На экране показывается левый и правый наушник. Уровень заряда. Четыре точки. Это 100%. От 0 до 25. От 25 до 50. 50, 75 и 75 100%. И это уровень заряда самого аккумулятора бокса. Приятная нежная такая подсветка. Здесь у нас есть подпружиненные контакты. Сами наушники довольно маленькие. Ножка порядка 15 миллиметров. Очень хорошо сидят в ухе. По ощущениям даже не чувствуются. При этом можно сказать, что наушники из бюджетного сегмента. Все-таки в порядке 2,5 тысячи не стоят на маркетплейсе. Давайте более подробно рассмотрим. Здесь у нас небольшой звуковод. Сам звуковод овальной формы. Амбушюры также сделаны. Прикрыты металлической сеточкой с перфорацией. С тыльной стороны есть сенсорная область. Сенсорная часть. И дополнительный воздуховод. Также прикрыты металлической сеточкой. Кроме того, здесь есть еще дополнительные компенсирующие отверстия сбоку и у самого наушника. Микрофон расположен на каждом наушнике на самой нижней части головки. Также здесь есть два контакта для заряда аккумулятора. Собственно, вот все сами наушники. Для управления просто подключаемся с помощью смартфона. Включаем Bluetooth. Подключаем наушники. И уже находим эти наушники в поиске. Никакого мобильного приложения нет. Все-таки наушники из бюджетного сегмента. По качеству звучания, даже если не настраивать по эквалайзеру, качество звучания на очень высоком уровне. Прекрасно проигрываются как низкие частоты, так и высокие. Не могу сказать, что наушники рассчитаны именно на средний диапазон. Потому что для довольно больших динамических драйверов качество звучания очень хорошее. Даже без настройки эквалайзера, как еще раз повторюсь. По умолчанию наушники могут отыграть те звуковые партии, которые вы захотите услышать. Слушал разные музыкальные жанры. От классики до рока. Прекрасно слышно как самого исполнителя, так и все музыкальные инструменты. Причем на высоком уровне громкости наушники не сдают. Вполне приятно их слушать. В наушниках также есть два режима работы. Это игровой режим и обычный режим прослушивания музыки. Причем при переключении на игровой режим срезаются некоторые звуковые частоты. На музыкальном режиме все-таки, в номинальном режиме, качество звучания значительно лучше. Ну, собственно, вот все, что хотел рассказать о новинке от компании Ecefast, модель T8. Ну, сейчас чуть ниже будет ссылочка на текстовый обзор. Кроме того, там будет ссылка на сам продукт. Ну и плюс подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!